Добрый день! Сегодня я бы хотела рассказать, как можно беженцам из Украины, не только малымыщим, экономить на продуктах в Германии. В Германии есть такая сеть социальных магазинов, не магазинов, некоммерческая организация, которая называется Тафель. И они собирают излишки продуктов в супермаркетах, также это могут быть пожертвования. Например, когда люди сдают бутылки, в супермаркетах стоят такие автоматы, и можно эти деньги взять и чеком обналичить в магазине, ну, либо получить наличными, или же можно пожертвовать на Тафель. В нашем городе есть такой магазин, тут, где мы сейчас находимся, в Тюринге, и это сеть магазинов по всей Германии, около тысячи магазинов по всей Германии. Как они работают? Они бесплатно, либо за какую-то символическую плату, ну, в нашем случае это 2 евро за один поход в Тафель. И выдают, ну, какой-то определенный набор продуктов. Он может отличаться день от дня. Все зависит от того, какие продукты завезли в Тафель. Ну, вот сегодня у нас такой набор продуктов, как вы видите на столе. То есть это и картошка, лук, это шпинат, это фрукты, перец сладкий, это помидоры. То есть часть продуктов, к которым подходит строк годности, часть продуктов с хорошим строком годности, к примеру, киндер пингви, рис и папайя спелая очень хорошая была. В общем-то и перец хороший. Поэтому томаты, как вы видите, уже идут со скидкой 30%. Вот, то есть уже их строк годности подходит. Как можно получить доступ к Тафелю? Для того, чтобы иметь возможность получать там продукты, вам нужно подойти в магазин, который находится возле вас, и получить вот такой Тафель Пас. Ну, вот тут фамилии я прикрыла, город и количество людей. Нет, выписывают. Для того, чтобы получить такой Тафель Пас, вам нужно предоставить либо же справку о том, что вы получаете пособие, либо же о том, что вы малоимущие. Но для украинцев зачастую достаточно сейчас даже украинского паспорта. Уже даже по паспорту вам будут выдавать продукты. У нас в городе магазин работает 3 дня в неделю. Это понедельник, среда и пятница по 2 часа с часа до 3 дня. В разных городах это по-разному. Где-то это может быть 1 день в неделю, где-то 2 дня в неделю. А в каких-то городах каждый день. Все зависит от размера города и количества малоимущих людей или людей, которые нуждаются в помощи. Всего по Германии Тафель помогает где-то больше, чем полутора миллиона человек. Это могут быть и пенсионеры, и люди нуждающиеся. Это могут быть и беженцы, и немцы. И очень многие пользуются услугами Тафеля. По нашему опыту у нас в городе с украинцев один поход в Тафель, как я уже сказала, берут 2 евро. Немцы, для немцев это бесплатно. В разных городах по-разному, поэтому я не буду говорить, что у вас будет исключительно так. Где-то это евро, где-то это 2, где-то это бесплатно, где-то чуть дороже. Но в целом, ну вот сегодня, к примеру, виноград нам отбил, ну что ли, эти 2 евро. То есть стоимость винограда, если его покупать в магазине, он будет около 2 евро. И, конечно, семьям, особенно семьям с детьми, это хорошая помощь. Ну вот здесь набор продуктов нам дали на 5 человек, а некоторым на 3 человека вот дают примерно такой же набор продуктов, только там сладости, к примеру, детям не дают. И у нас в городе практически все беженцы из Украины пользуются услугами Тафеля. Ну и очень благодарны. То есть это действительно помощь. У нас сейчас нам нужно будет переезжать в другую квартиру, и есть и другие затраты, поэтому возможность частично компенсировать стоимость продукта. Вот это огромная помощь для нас сейчас.